Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Теракт в Канаде. Кто открыл огонь по молящимся в мечети Квебека? Президентские меры. Кого коснулся запрет на въезд в Соединенные Штаты и как мир реагирует на очередной указ Дональда Трампа? Деньги на погоны? Очередной сотрудник прокуратуры попался на взятки. Кто и сколько пытался урвать на этот раз? Трагедия в Канаде. Шесть человек погибли в результате обстрела мечети в городе Квебек. Что произошло во время воскресной вечерней молитвы? И есть ли связь между этим терактом и решением Канады принять беженцев, от которых отказались Соединенные Штаты? Подробнее мой коллега Дмитрий Анопченко. Вечер воскресенья, событий немного и в лентах информационных агентств эти два сообщения оказались рядом. Новость о том, что Канада готова предоставить убежище тем людям, которых отказался принимать в Америке Трамп, введя иммиграционные ограничения. И затем через 4 часа заголовки с пометкой «Молния» неизвестные устроили стрельбу в мечети Квебека. По данным Радио Канада, все произошло во время вечерней молитвы, на которую в этот день собралось немного людей, порядка 80. Нападавшие были в масках и с криками «Аллах Акбар!» открыли огонь из автоматического оружия, безжалостно расстреливая прихожан. Жертвами нападения стали 6 человек. СМИ приводят разные цифры пострадавших от 8 до 18. Шестеро в критическом состоянии в университетском госпитале Квебека. Премьер-министр страны однозначно называет происходящее террористической атакой. Однако обстоятельства этого преступления довольно нестандартны, как для теракта. Судите сами, одного из нападавших задержали просто у мечети. По свидетельству местной прессы он не очень-то и пытался скрыться. А второй уехал с места преступления на машине, однако затем сам позвонил в полицию и после коротких переговоров сдался силовикам. Кто именно открыл огонь, полиции известно. Оба студенты, расположенного в городе университета Лаваля. Один местный из Квебека, другой арабского происхождения. Полиция сейчас проводит обыски в университетском городке. И выясняют, был ли у них третий сообщник. О мотивах атаки силовики пока не говорят. Сама мечеть вывесила заявление. Пожалуйста, дождитесь предварительных результатов, прежде чем распространять слухи. Ситуация критическая, дай намалах выносливости. Первые лица и провинции Квебек, и страны в своих заявлениях однозначно поддержали мусульман. Мы с вами, это ваш дом. Вам тут рады. Мы все должны быть вместе и строить открытое общество. Местная пресса перебирает версии и всерьез обсуждает одну из них, что как раз вот эти заявления властей об открытом обществе, о том, что Канада готова принять у себя всех тех, кого не хочет видеть в Америке Дональд Трамп, и могли подогреть страсти. Дело в том, что исламофобия в последнее время в Канаде очень серьезная проблема. С конца 2015-го, когда к власти пришла либеральная партия, нынешнего премьера Джастину Трюдо, страна приняла свыше 40 тысяч мигрантов. В основном это выходцы из Сирии. Они жили и живут особняком. Часть вновь прибывших не знает ни английского, ни французского, ни о какой интеграции и речи нет. В стране разгорелись споры. Насколько приемлемо, что в общественных местах у женщин лица закрыты нехабом. Многих возмущала и возможность сдавать экзамены на гражданство с закрытым лицом. Мол, как проверишь, тот ли человек документы получит. Когда произошли теракты в Париже, франкоязычный Квебек еще больше разделился. В эту же мечеть, где произошла трагедия, в прошлом году подкинули отрезанную свиную голову, под дверь им подбрасывали журналы со свиньями на обложках и с надписью «Приятного аппетита». Таким образом, миграционные указы Трампа очень неожиданно могут ударить как раз по тем странам, которые их осуждают. Дело в том, что когда Вашингтон массово начнет высылать нелегалов, разумеется, они будут просить убежища в соседних странах, в том числе в той же Канаде. Местные власти настроены к ним очень благосплонно, но в Канаде хватает и людей, которые не хотели бы такого соседства. И тяжело предсказать, к чему это все приведет. В том числе, не произойдут ли новые преступления, такие как сейчас. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Десятки тысяч на улицах, миллионы в сети. Это противники резонансного указа Дональда Трампа, которым он приостановил программу приема беженцев. Кто вышел с протестами в США, как реагирует в мире, и есть ли риск, что из-за всего этого Трамп не сможет встретиться с британской королевой, знает наш сапкор Оксана Кундеренко. Не успел Дональд Трамп поставить рощерк на пятничном указе, как народ взбунтовался. Массовые акции протеста на улицах американских городов и, главное, в аэропортах, это ярое несогласие с его политикой в отношении мигрантов в целом и мусульман в частности. Программа приема беженцев очень важна. За 120 дней, пока она не работает, людей могут убить. Я знаю очень многих, например, переводчиков с английского, жизнь которых под угрозой. Они не могут так долго ждать, их нужно спасать. Новый закон на 4 месяца замораживает прием беженцев в США. А гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, даже тем, у кого есть американская виза, на ближайшие 3 месяца въезд запрещен. При этом документ был подготовлен без участия специалистов из Минюста, а погранслужба увидела его только в день публикации. Это не запрет для мусульман. Мы подготовились. Все отлично сработает в аэропортах и других местах. Сами увидите. Позже президент США традиционно в Твиттере эмоционально объяснился. Борется с терроризмом, то есть выполняет предвыборные обещания. Его электорат с такими радикальными мерами согласен, но не всегда соглашается американское правосудие. Сразу несколько судов оспорили решение о депортации, принятое пограничниками, и впустили в Америку граждан Ирака и Ирана. На следующий же день после подписания мы обратились в суд. Мы утверждали, что указ не конституционный, противоречащий нормам давно устоявшимся в нашей стране. И убедили судей приостановить попытки депортации людей, которые приехали на законных основаниях. Интересно, что из-за одного документа Дональд Трамп может лишиться возможности посетить Букингемский дворец и банкет с королевой Елизаветой II. Премьер Соединенного Королевства поспешила пригласить президента в Лондон с государственным визитом, который предполагает знакомство с монархами. Против этого выступил народ. Петиция на сайте правительства собрала почти полтора миллиона подписей. Британцы опасаются, что встреча с американским президентом может отразиться на репутации королевы. Мол, пусть приезжают, но никаких почестей. Тереза Мэй, которая наряду с Ангелой Меркель и другими лидерами, кстати, осудила закон, призывы граждан игнорируют. Зато их завтра рассмотрит парламент. Государственная политика США очень противоречива. Наше правительство с таким подходом не согласно. Но хочу напомнить о невероятной важности союзничества нашей страны с Соединенными Штатами. У граждан есть полное право подписывать петиции, но у нас есть право сохранить хорошие дружественные и партнерские отношения с Америкой. Кого из мировых лидеров приглашать на ужин к королеве решает комиссия в МИДе. Она к народу может и прислушаться. Массовые протесты против политики Трампа ожидаются сегодня вечером в Лондоне и других мировых столицах. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. США намерены активизировать урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Новые детали этого субботнего звонка из Вашингтона в Москву раскрыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, штаты не желают превращать украинский кризис в затяжной. Стороны договорились сотрудничать в этом вопросе. В то же время, по последним сообщениям из Кремля, вопрос снятия российских санкций во время этого телефонного разговора между президентами не обсуждался. НАТО не признает аннексии Крыма. Позицию Альянса в очередной раз подтвердил генсек Йенс Столтенберг. Глава военного блока, комментируя недавние заявления потенциального госсекретаря США Рекса Тилерсона о возможности Соединенных Штатов признать Крым российским при определенных условиях, заявил о том, что это идет вразрез с ценностями и политикой Альянса. Ранее генсек уже призывал Дональда Трампа не отменять санкции против России. Президент Петр Порошенко сегодня в Берлине, он там встречается с канцлером Германии, главой Бундестага и новым министром иностранных дел этой страны. С нами на связи Татьяна Лагунова, она сейчас в столице Германии. Таня, добрый вечер. Расскажи, что стало результатом всех этих встреч. Наталья, главная тема переговоров Петра Порошенко и Ангелы Меркель не меняется уже несколько лет. Это выполнение минских договоренностей, ситуация на востоке Украины. Свое выступление президент Украины начал с последних событий в Авдеевке. За вчерашний день 5 украинских войсковых загинуло, 12 зазнали поранения. Сегодня с утра еще двое солдат отдали свое життя за защиту территориальной целостности нашей страны. Еще пятеро были поранены. Поранены и загинули они в результате артиллерийского огня, с артиллерии, артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в житловых кварталах Донецка и Ясиноватой. Для того, чтобы украинские войсковы не могли открыть огонь. Это варварские методы ведения огня. Прекращение огня это один из ключевых пунктов минских соглашений. Меркель и Порошенко снова заявили, альтернативы им нет и договоренности нужно полностью выполнить. Для начала как можно скорее разработать дорожную карту по реализации Минска. В последние часы мы узнали, что режим прекращения огня не соблюдаются, гибнут солдаты. Ситуация на линии огня вызывает беспокойство. Поэтому очень важно, чтобы мы, несмотря на все трудности, и дальше работали над выполнением минских соглашений. Мы верим, что нормандский формат это правильный путь для достижения мира и территориальной целостности Украины. Мы сегодня обговорим дорожную карту Минских договоренностей. Ту дорожную карту, про которую мы договорились в Берлине под час проведения нормандского саммита. Я хочу подякувать наших немецких и французских коллег за тверду и принциповую позицию, за поддержку позиции Украины. И высловить надею на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец-то вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементовать минские договоренности. В Берлине Петр Порошенко не только провел переговоры с Ангелой Меркель, президент Украины встретился также с главой Бундестага и призвал немецких депутатов признать Голодомор в Украине геноцидом. Познакомился с новым министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем, который теперь будет представлять Германию в нормандской четверке. И провел встречу с представителями немецкого бизнеса. Глава государства призвал их активнее инвестировать в украинскую экономику. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова о визите Петра Порошенко в Берлин. И вернемся к обострению в Авдеевке, о котором говорил наш президент в Берлине. Уже вторые сутки там идут ожесточенные бои. Сегодня трое украинских военных погибли и 20 были ранены. Об этом сообщают в штабе АТО. На этом участке фронта находится наш корреспондент Ирина Баглая. Она расскажет все подробности. На горизонте виднеется Авдеевка в трех километрах от нее. Неподалеку от крацы, если на вату, вот такая воронка. Вот чтобы понять калибр, достаточно зайти и посмотреть, как замерзшую землю просто снаряд взорвал. Такими воронками и чуть меньше уже от вражеских мин. Усеяна вся дорога до соседней с Авдеевкой и Красногоровки. Там попало вот когда дня два, там уже три. Там дом на нашей улице, на нижней. Ну где-то до десяти часов вечера, в том же, так, одинокие. И в четыре часа снова. Вчера в четырех утра быть перестану. Ольга Ивановна живет на окраине рядом с промзоной. Накануне весь день провела в подвале. Сегодня решилась выйти за продуктами. За хлебом ходила. Свету нет, хлеба нет. Буду печь свой. Прячемся куда можно. И вон попадание было, там провода перебили. Стрелковая в перемешку с артиллерией. Сейчас слышно, как на промзоне идет бой. И по всей видимости, ложится сейчас по окраинам Авдеевки что-то тяжелое. Вон, что от машины осталось. Гараж и машина Евгения после прямого попадания мины превратились в груду мусора. Этот двор один из семи, куда попались наряды боевиков. Самого Евгения от осколков спасли считанные секунды. И перегородка между комнатами. Я как раз переходил. А так взяли стенку. Там была стенка, там в дверь влетела. И в кухню осколки позалетали. А жена сидела там, да, у нас с той стороны спальня. Я в спальне сидела. Там чуть инфаркт не получился. Я ее сейчас до родителей на мир отправил. На окраинах живут и дети. Чтобы попасть в школу, им нужно пройти не меньше километра по простреливаемой дороге. Когда перестрелки начинаются, дети дома сидят. Просто я не пускаю. С воскресенья вражеские обстрелы не прекращались ни на час. Боевики били из минометов 120-го калибра ствольной артиллерии, самоходных арт-установок. В результате ближних боев украинским военным удалось занять новую позицию, с которой наемники корректировали огонь. По нам стреляли, соответственно, так же само у них там постоянно были наблюдатели и, соответственно, вели по нам огонь. Они отступили, бросили свою позицию первоначальную, которая была к нам, соответственно, мы ее заняли, проводя контрнаступальные действия. Вражеские обстрелы не прекращаются. Из-за них на грани остановки Донецкая фильтровальная станция, которая находится в нейтральной зоне. Как сообщают на предприятии, снаряды боевиков разрываются в опасной близости от складов с химикатами. Без воды могут остаться Авдеевка, Ясиноватая часть Донецка, а также прилегающие к ним села. СБУ опровергло обвинение в торговле с так называемыми ДНР и ЛНР. По сообщению этого ведомства речь идет о заявлениях, цитата, некоторых политиков, которые, прикрываясь предпатриотическими лозунгами, блокировали железнодорожное сообщение в оккупированную зону Донбасса. В СБУ отмечают, что при контроле над перевозкой грузов через линию размежевания руководствуются исключительно законом. По данным службы безопасности, только в прошлом году бизнес, который зарегистрирован на оккупированной территории, заплатил налогов более чем на 31 миллиард гривен. В том числе и военный сбор. Но вернувшись с фронта, ветераны АТО вынуждены выбивать положенные им земельные участки. Сразу в четырех районах Черкассской области они сегодня перекрыли трассы. Что или кто заставляет бойцов выйти на эти акции, знает Станислав Кухарчук. В полдень на трассе Черкассы-Киев собираются бойцы АТО из всего Каневского района. Собираются не навстречу побратимов, а на акцию протеста. В считанные минуты трасса блокирована. Проходит еще несколько минут и на дороге образуется затор в сотню метров. Некоторым водителям это явно не нравится. На улице 13 градусов мороза, поэтому в Асане транспорт долго не держат. Пропускают машины каждые 15 минут. Сегодня АТОшники перекрывали трассы сразу в четырех районах области. Причина саботаж местной властью, выдачи участникам АТО положенных по закону земельных наделов. В Каневском районе почти из 500 бойцов участки получили только 30. Они выставляют земли на аукцион. Кажут, что земли нет, а на аукционы шпандеры тоже бегают. Писали губернатору, он не отреагировал. Сейчас ждем его здесь. Да и те, кто выбил свои гектары, не радуются. Сергею Чупраку удалось получить у районных властей два гектара под садовое хозяйство. Теперь не знают, что с ними делать. Мы выделили, потому что его в аренду никто не хочет брать. Комиссия приедет и посмотрит, поле это или не поле. Там песка 50%, а то может и больше. Поэтому его в занепаде. Им нужно это сбросить, как с баланса снять с собой. И АТО все удовлетворить. Мы же вам дали. Часа через два после начала акции чиновники все же появились. Приехал замглавы обл. администрации. И митингующим объясняет, влияния на местные власти он не имеет. Так же, как и на госгеокадастер, который занимается распределением участков. Такой ответ АТОшников не удовлетворил. Срок две недели. Правильно, ребята? Две недели. Вот это вот наши вымоги. Если нет, то мы будем объединиться всей областью. И тогда это будет уже областная страйк полностью. Чтобы вы понимали. Я вас чую. Видимо, услышал, наконец, требования бойцов и руководителя областного госгеокадастера. Телефоном режиме чиновники согласовали встречу с ними на завтра. Только после этого дорога была разблокирована. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Расследование избиения пенсионера полицейскими возьмет под свой контроль лидер социал-демократической партии. Об этом Сергей Каплин сообщил на своей странице в Фейсбуке. Он напомнил о том, что инцидент произошел 1 октября в Полтаве. Тогда патрульные пытались задержать пожилого мужчину за торговлю овощами на стихийном рынке. Против полицейских открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Они присутствовали силу. Я лично буду контролировать, чтобы те, кто превышал свои службы повновения, превышал и поднял руку на дедуся, были покарены. Это отношение полицейских и дедуся – яскравый приклад того, какую реформу полиции провел АВАК. Ее нет. Это миллиарды вытраченные в пусту, разыграли. А сегодня добывают простых, случайных пенсионеров. Тем временем пять сотен милиционеров-пенсионеров со всей Украины приехали в Киев требовать пересчета пенсии. На этот раз улицы не перекрывали и митинги не устраивали. Собрались в клубе МВД, пригласили руководство ведомства, а также Минсоцполитики и Пенсионного фонда. Арсен Аваков к ветеранам не пришел, он уехал в командировку. Вместо себя прислал госсекретаря МВД Алексея Тахтая. Впрочем, ничего конкретного собравшиеся от него не услышали. В результате дали министерству три дня на подготовку официального обращения в Пенсионный фонд, подписанного Аваковым, о перерасчете пенсии более 220 тысячам пенсионеров МВД. И если такого документа не будет, пообещали объявить всеукраинский митинг. Индексуется, переходит, а про людей, которые служили правильно-неправильно, про них забыли. Тем временем, финансовые разведки Украины сообщают о том, что с 2014 по 2016 годы Виктор Янукович и его окружение отмыли и вывели из экономики страны более 200 миллиардов гривен. Ведомству удалось заблокировать полтора миллиарда долларов, осевших на счетах организаций и людей, имеющих отношение к беглому президенту. В совокупности заморозили, по крайней мере пока, 107 миллионов долларов, более 15 миллионов евро и 135 миллионов швейцарских франков. Теперь украинскому правительству предстоит долгий путь возвращения этих денег в Украину. А пока ГПУ завершило расследование по делу о госизмене беглого президента. Об этом сообщил прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, в прокуратуре надеются, что рассмотрение судебного дела начнется уже в феврале. Вручить подозрения Януковичу лично не удалось. Россия официально отказалась содействовать украинской стороне. Также Кравченко добавил, что адвокаты президента беглеца еще не начали ознакомление с материалами этого дела. Для этого им предоставят неделю, начиная с 31 января. И если сторона защиты будет затягивать процесс, ГПУ обратится в суд. То есть на специальное досудовое расследование, которое дает нам право завершить досудовое расследование без участия самого подозреваемого. Только с представителями защиты. И давайте вернемся еще раз к Авдеевке. Информация последних минут. Авдеевка осталась без воды и тепла. По сообщению главы Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского, боевики повредили последнюю линию электропередач. Все подробности позже. Высший административный суд заминировали, к счастью, только в телефонной версии. После проверки взрывотехниками работа этого учреждения возобновилась. Сегодня там должны были слушать дело бежавшего из страны нардепа Александра Онищенко. По его же иску о незаконном лишении депутатской неприкосновенности. Напомню, 5 июля 2016 года Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и лишила Онищенко иммунитета. Генпрокуратура обвиняет его в создании преступной газовой схемы. И причинение государству ущербов 3 миллиарда. Незадолго до лишения неприкосновенности Онищенко покинул Украину. Сегодня на своей странице в фейсбуке он заявил, что срыв заседания, по его мнению, это очередной акт преследования. Политик отмечает, что ничего не может поделать, цитирую, со всем этим правовым нигилизмом, произвольщиной и административным прессом. Жалобу на бездействие прокуратуры подала в суд адвокат Вячеслава Химикуса, раненого нардепом от Народного фронта Сергеем Пашинским. Защита потерпевшего просила предоставить полную видеозапись одновременного допроса всех участников этого инцидента. Однако прокуратура на это не отреагировала. Теперь через суд адвокат пытается заставить правоохранителя все же это сделать. Пока что жалобу не рассматривали. Напомню, накануне Нового года нардеп-фронтовик Сергей Пашинский выстрелил из боевого глока в отца двоих детей Вячеслава Химикуса, ранив его в бедро. В Кропивницком на взятки в тысячу долларов погорел зам прокурора Кировоградской области. О громком задержании на своей странице в фейсбук написал генпрокурор Юрий Луценко, но имени не назвал. Кто же этот коррупционер в погонах и какие еще скандалы с ним связаны, выясняла наш корреспондент Елена Брынза. Чистим ГПУ от предателей. Так прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко задержание заместителя прокурора Кировоградской области на своей соцстранице в фейсбуке. И даже выложил несколько фотографий. Но вот имени предателя не назвал. Идентифицировали задержанного местные активисты. Это зам прокурора Алексей Варакин. В правоохранительных органах информацию не на камеру подтвердили. Алексей Варакин также выполнил эту декларацию. Точнее анкету доброчесности. Вона размещена даже на сайте ГПУ. Но это еще не означает, что после выполнения этой декларации все прокуроры будут работать по-другому. Как показывает практика, это была простая формальность для них. Подать, но не изменять свои методы работы. Удалось выяснить, Алексей Варакин не брал взятку, а давал. За тысячи долларов пытался подкупить коллегу военного прокурора. Чтобы тот не оспаривал решение суда о признании недействительным договора аренды на землю. Оказалось, взятка не единственный факт коррупции, связанный с семьей задержанного. Жена Варакина работает судьей в одном из районных судов Кропивницкого. А старший брат Сергей прославился избиением местного правозащитника Игоря Погасия. А затем обвинил его, мол, это Погасий был зачинщиком драки. Доказать свою невиновность Погасию удалось лишь в апелляционном суде. Правозащитник считает, в его случае подтасовками материалов дела занимался как раз Варакин прокурор. Он был в часы Януковича руководителем одной из прокуратур города. То есть однозначно он попадал под люстрацию. Все криминальные проваджения, которые были возбуждены после того, как фальсификация обвинения, моего обвинения развалилась, они на сегодняшний день заблокированы. И заблокированы они не случайно. Я вижу в этом руку Варакина. Как сегодня стало известно, Варакину предъявили подозрения по статье «Дача взятки должностному лицу». Наказание, штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет. Сейчас задержанного доставили в Киев, где суд избирает ему меру пресечения. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий. Под стражу не взяли, от работы не отстранили. Вот так ничем закончилось судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения заместителю мэра Узгорода. Напомню, Иштвадоцапа обвиняют во взяточничество. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генпрокурор. По его информации, чиновник требовал у предпринимателя 45 тысяч гривен за помощь в приватизации земли. После того, как часть суммы этой он получил, точнее не он, а посредник получил, Иштвадоцап якобы подался в бега. По крайней мере, так уверял Юрий Луценко. Но на следующий день чиновник появился в областной прокуратуре. Пришел он в суд и сегодня. А вот представители прокуратуры не явились, сославшись на занятость. В результате слушание перенесли на завтра. С теми материалами, что мы могли ознакомиться, что на разе есть в материалах, но с тем далеко не пойдешь. Я грошей не брал. С девятой рамки работаем. Готуемся до будущего, сокрема, Сакури-фесту. Мы уже сегодня были у нас гости из Киева. Коррупционные обвинения НАБУ в адрес топ-менеджеров Вольногорского горно-металлургического и Иршанского горно-обогатительного комбинатов их адвокаты называют безосновательными. Несмотря на отсутствие доказательств, троих руководителей этих стратегических предприятий суд арестовал на два месяца. Тогда у здания суда собрались работники комбинатов. Люди возмущены тем, что их предприятия оказались под угрозой закрытия и они могут лишиться работы. Весь шеститысячный трудовой коллектив убежден, что цель НАБУ и САП это срыв приватизации по сценарию Одесского припортового завода, когда НАБУ обрушила стоимость предприятия со стартовых 530 миллионов долларов до ноля. Эти события очень похоже совпадают. И в одном, и во втором случае все следственные мероприятия начинаются перед процедурой приватизации этих предприятий. Это в большей степени популизм, нежели реальные какие-то следственные действия. Кроме того, в пользу популизма говорят и то, что ни один из топ-менеджеров, которые были задержаны, не были предварительно вызваны на допрос с целью дачи каких-то пояснений по делу. Соответственно, все очень торопятся перед кем-то отчитаться, сорвать приватизацию. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Свалка раздора. Во Львовской области продолжают искать выход из мусорного тупика. Удалось ли договориться? Кто спустил курок? Неожиданные подробности о ранении шестилетнего ребенка в Днепре. Особенности национальных реформ. Кто поможет жителям райцентров после закрытия больниц? Очередной виток мусорного скандала во Львове. Сегодня депутаты и жители Яворибского района заблокировали решение о строительстве там перерабатывающего завода. Напомню, накануне Владимир Гройсман обязал Львовский областной совет выделить городу участок для полигона и постройки мусороперерабатывающего комплекса. Что из этого вышло, узнаем от Галины Якушко. Мой шеф, правильнее сказать, мой босс, даже лучше скажу, мой работодавец не премьер-министр, не глава областной администрации или Рады, не глава любого большого или маленького города. Так пафосно выступил нам в очередной сессии Явровского областного совета мэр города и член партии «Самопомич» Павел Бакунец. Заявил его работодатели – жители Яварова. И они категорически против того, чтобы в городе появились свалка и мусороперерабатывающий комплекс. Бакунец словно забыл, что комплекс нужен его политическому шефу Андрею Садовому для разброски Львова от мусора. Вчера в неделю была выбрана великая встреча в центре города. Все категорично высказывают против. Никто не подавал премьер-министру делянки, а она появилась. Конечно, я поняла, что ничего на ней отбываться не будет. Выступал и помощник мэра Львова Андрея Садового Андрей Москаленко. И тоже ни слова в поддержку проекта. Львовские активисты уверены – Садовые ведет хитрую политическую игру и хочет заблокировать решение премьера о передаче участка. У меня складывается впечатление, что они, Андрей Иванович и его представители тут на Яворичине сами себе блокируют эту земельную отделку. После таких выступлений представители от самопомощи депутаты единогласно приняли решение. Никакого порегона в Явровском районе не будет. Документ передадут президенту. Аналогичное решение приняли и депутаты горсовета Яворова. А сам Садовой разводит руками. Решение должно быть консолидовано, публично и открыто. Что бы мы не хотели сделать в вопросе поводления СТПВ, выключено право на выделение отделений, на все дозвольные документы, на функционирование, при эксплуатации принимаются только государственными органами влады. Ну а Львовский административный апелляционный суд сегодня признал, что бездеятельность Садового в решении проблемы Грибовицкой свалки противозаконна и принял решение обязать мэра немедленно провести там рекультивацию и все-таки найти участок под новую свалку. Глина и Кошка, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Жители города Любатин в Харьковской области просят не закрывать больницу. По плану, инициированной Минздравом медицинской реформы, в 30-тысячном городе хотят оставить одну единственную амбулаторию. Что предлагают взамен и как люди собираются отстаивать свои права, узнаем от Светланы Шекеры. Заведующий хирургией Любатинской больницы показывает свое отделение. Наши 30-тикоечные отделения сейчас загружены практически полностью. Больные доставляются круглосуточно. Но это отделение могут закрыть. Обл. администрация на официальном сайте обнародовала план медицинской реформы. В области создадут 4 госпитальных округа, по 2 больницы в каждом. Любатинцам оставляют лишь амбулаторию. В Любатине будут закрыты профильные отделения. Здесь останется неполноценная больница, плановое и интенсивное лечение, в которой не будет хирургии, гинекологии, реанимации. И больные не будут получать здесь необходимую срочную помощь. Обеспокоенные любатинцы собрали вечи. Решают, как выжить после такой оптимизации. Ведь свалками, куда перенесут все любатинские стационары, нет даже прямого транспортного сообщения. Надо приехать маршруткой до вокзала. От железнодорожного вокзала нам приехать маршруткой. На трассу. И с трассой мы дадим муж, стоим, поднимаем руки. И просим, чтобы нас довезли до вас. Приехавший из облздрава чиновник пытается объяснить. Две больницы любатинцам ни к чему. Мэр Любатина оправдывается. Оббивает пороги облздрава. Но все безрезультатно. Это в Киеве принимается решение. Кто может мне сейчас рассказать до конца реформу здравоохранения? Никто. Областные власти проблемы не видят. Мол, половина любатинцев и так ездит лечиться в Харьков. А для экстренных случаев есть скорая помощь. Хирургия и остается. Если была хирургия сегодня в Любатине, она и останется. Другое дело, в каком она будет виде, как это будет происходить. Уже к первому февраля план госпитальных округов Харьковский облздрав должен подать на утверждение в Кабмин. Любатинцы говорят, если изменения не внесут и не оставят городу больницу, перекроют Киевскую трассу. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область. Неожиданный поворот в деле об огнестрельном ранении 6-летнего малыша. Это произошло в Днепре на прошлой неделе. Тогда в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Но сегодня всплыли совершенно иные подробности. Узнаем от Елены Миндалюк. Микрорайон Приднепровск. Около полусотни полицейских прочесывали несколько дней. Обрашивали местных жителей. Искали стрелка, который ранил ребенка. О том, что произошло тогда, рассказал друг семьи Кирилл Санжара. По его словам, вместе с мамой мальчика он шел из супермаркета к машине, когда услышал громкий хлопок. Ребенок сказал, мама. Мы посмотрели, он рукой держался за предплечье, за грудную. Ну, дырочка. Немножко кровило, абсолютно немножко. Мы приложили, салфеткой вытерли, приложили еще раз салфетку и поехали в больницу. Врачи определили травму, как ранение. А сегодня в полиции шокировали новостью, рассказанное Санжарой ложь. Мать и друг семьи скрыли правду. На самом деле, ранение ребенок получил вовсе не на улице, а в квартире знакомых. И на курок нажал тоже ребенок, когда взрослые были в другой комнате. Граючись, хлопчик семи роков скояв пострел с пистолета пневматичной дии в своего друга, хлопчика шести роков. Как пояснили правоохоронцам батьки, они взлякались. Злякались и поэтому начали рассказать, что они рассказали, что это все стало на улице. Как и неделю назад, мать категорически отказывается общаться с журналистами. Мы встретили ее в больнице, где находится Андрей. Скажите, пожалуйста, что произошло все-таки с вашим ребенком? Уже на этой неделе мальчика должны выписать из больницы. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, хотя ранение было серьезное. Пробило насквозь легкое, сломало четвертое ребро сзади и вышло в мягкие ткани спины. На настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Заканчивает лечение, готовится на выписку. Оружие правоохранители изъяли. Владельцем оказался тот самый свидетель Кирилл Санжара. Как у детей оказался пистолет, установит следствие. До сих пор уголовное производство было открыто по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». После того, как всплыли новые факты, его, скорее всего, переквалифицируют на нанесение телесных повреждений по неосторожности. А вот матери ребенка и свидетелю, вероятно, придется отвечать за дачу ложных показаний. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Лефортовский суд Москвы подтвердил заключение под стражу Владимира Аникеева. Его считают вероятным создателем международной хакерской группы «Шалтай-болтай». Эти компьютерные взломщики регулярно публиковали вскрытую почтовую переписку высших российских чиновников. В том числе в сеть попадали письма относительно ситуации, связанной с Украиной. Сдержали Аникеева в начале ноября в Санкт-Петербурге. Последний раз срок предварительного заключения ему был продлен до 8 марта. Из анонимных источников стало известно, что в город на Неве его якобы выманили. Специально последние полгода арестованный хакер проживал в Киеве. А в Министерстве иностранных дел Польши сообщают о хакерской атаке со стороны российских спецслужб. Взломщики якобы пытались завладеть дипломатической информацией с использованием вредоносных программ. Атака была успешно отражена. Во взломе в польском МИДе подозревают группу «Арт-28», которая, как утверждают, руководит Главное разведывательное управление Вооруженных сил России. Атаки эти начались еще в декабре минувшего года. Злоумышленников удалось остановить только сейчас. Парламент Ирака запретил въезд в страну гражданам США. Так официальный Багдад отреагировал на решение президента Дональда Трампа не пускать в США граждан семи мусульманских стран, в том числе и иракцев. Решение это в Багдаде приняли большинством голосов. Запрет продлится не менее 90 суток. Пока неизвестно, распространяется ли это табу на въезд в Ирак американских военных, работников неправительственных гуманитарных организаций и американцев, которые работают в нефтяных компаниях. Комитет иностранных дел рекомендовал запретить въезд граждан США в Ирак. Это ответ на миграционное табу Трампа. Если Америка не отменит свое решение, мы примем ответные меры. Поступая таким образом, Ирак сохранит свой престиж и достоинство его граждан. А во Франции ужесточить политику в отношении беженцев обещает одна из фаворитов предвыборной гонки Марин Липен, объясняя это высокой террористической угрозой. Тем временем во французской столице предъявили обвинение одному из подозреваемых в организации терактов в Европе Мохаммеду Абрини. Ему инкриминирует гибель 130 человек в Париже и еще 32 в Брюсселе. Все подробности расскажет наш европейский корреспондент Алексей Пшемыский. Под покровом ночи и в условиях строжайшей секретности правоохранителей доставили из Брюсселя в Париже одного из главных подозреваемых в организации терактов в концертном зале Батаклан и возле стадиона Стад де Франс в ноябре 2015 года, забравших жизни 130 человек. По данным полиции, Мохаммед Абрини находился за рулем автомобиля, на котором террористы прибыли в Париж. Сегодня французские следователи официально выдвинули ему обвинения. Еще ранее бельгийские власти обвинили, обвинився участие в подготовке терактов и в аэропорту Брюсселя. Тогда, по данным полиции, он оставил в терминале чемодан со взрывчаткой. Обвини близкий друг детства еще одного обвиняемого, Салеха Абдеслама, который уже предстал перед судом. Вместе они выросли в брюссельском районе Маленбек, где, по данным спецслужб, вероятно, и были завербованы исламским государством. Здесь же, в Брюсселе, год спустя после атак, и до сих пор остается повышенный третий уровень террористической угрозы. В столице европейской демократии все чаще темы терроризма и беженцев становятся предметами самых жарких политических споров. И уж точно эти темы не обойдут стороной соседнюю Францию и предстоящие президентские выборы, где одна из фавориток, лидер Национального фронта и ярая приверженка Путина Мари Липен уже неоднократно обещала ужесточить политику в отношении беженцев. Очевидно, что именно эта тема станет главной на предстоящих президентских дебатах и, судя по опыту, США может сулить кандидатам большинство голосов избирателей. Из Брюсселя Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Кандидатом от социалистов и соперником Марин Липен на президентских выборах во Франции стал бывший министр образования Бенуа ОМОН. На вчерашних праймерис он одержал победу над экс-премьером Мануэлем Вальсом. ОМОН известен своими весьма радикальными предложениями, в частности, ввести всеобщую выплату минимального дохода или, например, легализировать марихуану. Однако многие сомневаются, что это добавит социалистов шансов в противостоянии лидера национального фронта. Напомню, первый тур президентских выборов во Франции состоится уже 23 апреля. Мир сейчас более неустойчивый, чем когда-либо прежде. Приход Дональда Трампа к власти в США, давление со стороны Владимира Путина на Европу и на ситуацию на Ближнем Востоке, угроза исламистского терроризма, экологическая опасность. Но каждый из нас хорошо понимает, если встретить эти проблемы со страхом, в конечном итоге мы окажемся с теми кандидатами, которые его порождают. Семейный поход в прокуратуру. Франция Финьона и его жена Пенелопа сегодня давали показания в деле о присвоении государственных средств. Как утверждает местная пресса, супруга кандидата в президенты от республиканцев 8 лет получала зарплату как помощница своего мужа, тогда еще парламентария, при этом своих обязанностей она якобы не выполняла. Предварительное расследование в отношении Пенелопы начали на минувшей неделе. Сегодня обоих супругов по отдельности допросили. Факт присвоения денег Чита Финьон отрицает. В Италии разоблачили группировку, которая незаконно перевозила мигрантов. За 1000 евро с каждого контрабандисты переправляли через границу людей во Францию. За торговлю людьми полиция арестовала около 30 членов этой группировки. Больше половины задержанных – сирийцы. В течение двухлетнего расследования зафиксировали 62 случая подобной контрабанды. Мигрантов находили еле живыми, упакованными в фургоны по 40 человек. Кто на свете всех милее? Кто получил титул «Мисс Вселенная»? Что такое атанамаки? В чем секрет популярности этой новой СПА-процедуры? А еще новые хит-сети «Как сделать Трампа красивее»? Давайте посмотрим. Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. Необычную форму надели игроки молодежной лиги. Хоккеисты команды «Дофин Кингс» из провинции Манитоба. Фамилии игроков были написаны на украинском, а выход спортсменов сопровождал казацкий марш. Форма с национальным орнаментом помогла победить противника с исчетом 3-2. В городе «Дофин» с населением 10 тысяч – большинство выходцы из Украины. Студентка стоматологического отделения, победительница конкурса «Мисс Вселенная». Француженка Ирис Миттенар опередила 85 красавиц со всего мира. 24-летняя девушка лучше всех выступила в финальном конкурсе по красноречию. Например, на вопрос о глобальном миграционном кризисе ответила, что выступает за мир без границ. Второе место конкурса досталось «Мисс Гаити», третье – «Мисс Колумбии». Новый хит интернета – как приодеть и приукрасить Дональда Трампа. Ролик гламурного издания «GQ» бьет рекорды. Собрал уже более миллиона двухсот тысяч просмотров. И это всего за четыре дня. Глянцевое издание посоветовало Трампу изменить фасон брюк, прическу и цвет лица. Ну и, конечно, показали, что получится в итоге. Видео стало вирусным. В Великобритании определили самого крутого парня планеты. Им стал Джон Элбан, который преодолел полосу препятствий за час сорок минут. В соревнованиях Тавгаев участвовали пять с половиной тысяч мужчин из 42 стран. Все они бегали, ныряли в грязной воде и карабкались по болотистым холмам. Обычно царь атлетов хотя бы достичь финала, неважно, каким по счету. Организаторы сообщили, это последний забег Тавгаев в истории. Соревнования проходили 30 лет. В Нигерии скончалась местная знаменитость. Есть мусульманский проповедник Мухаммед Белло Абубакар. По разным данным, у него было от 86 до 130 жен. Британская Индепендент пишет, за всю жизнь Абубакар женился 107 раз, с 10 супругами развелся. Журналисты насчитали у проповедника 203 ребенка. Скончался мега-многоженец в 93 года. О тономаки или же пеленание для взрослых. Новая процедура в СПА очень популярна в Японии. Ее часто заказывают женщины. Во время терапии людей заворачивают в белую ткань с ног до головы. В Японии считают, это снимает стресс. Все, кому сделали отономаки, говорят, испытали чувство теплых объятий. Процедуру придумала японская акушерка из Киото, специально для женщин, страдающих пострадовым синдромом. Сменщики со всей Италии искупались в ледяном озере Ледра. Температура воды была всего плюс 2, нырял и старый млад в возрасте от 8 до 71 года. Пловцам повезло, что погода была солнечная. Традиции нырять в ледяное озеро всего 7 лет, но желающих поплескаться в холодной воде с каждым годом все больше. Особую тягу к спорту продемонстрировала кенгуру в Австралии. Животное перепрыгнуло одного из участников велогонки, который мчался по трассе. Гонщик Майкл Бленд, над которым пролетела кенгуру, сказал, почувствовал только, как нога сумчатого зацепилась за шлем. И буквально только что стало известно о том, что президент Петр Порошенко прервал свой визит в Германию в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Циголко. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин